Приветствую, друзья! Расскажу вам, как образ рождается в поисках образа. Вот мне мой друг Ноябрь Бейбутов, который одновременно академик технологических наук, доктор биологических наук и в то же время квантовую теорию, что всё состоит из света, создал. Он мне помогает тоже в коллективном разуме писать картины. Вот он мне сказал, что ухо должно быть ниже чуть-чуть, глаза потом, значит, нужно. Ну, в общем, я это для него, в принципе, пишу, чтобы ему показать, что я в поиске образа. Все его замечания я учитываю. Он очень хорошо мне сказал и научил в своё время, чем больше света в картине, тем это лучше. Да, видите, там у меня глазами Вселенной за мной там небольшая картина такая, да? Ну, короче говоря, формат «Коллективный разум» работает. А мне одна дама очень уважаемая, мною в комменте написала, разве так делают? Художник должен творить сам. Потому что вот этот оркестр, когда все там помогают, вроде бы комменты пишут, это же так не делается. Это получается, ну, как в басне, вы как не садитесь, а музыканты не годитесь. А я хочу сказать, то, что осознанно, и как говорит Роман Газенко, мой друг, и озвучено, да, то на самом деле двигает прогресс. Потому что «Коллективный разум» я создал как модель общества, потому что я заметил, что художник всегда прислушивается к замечаниям, к советам, поэтому и выставки делает. Я это осознал, что просто «Коллективный разум», который я придумал, формат такой, где каждый из вас может писать свои замечания, критические советы давать, как улучшить картину. В принципе, я это осознал и озвучил. А вот то, что ты осознал и озвучил, ещё раз подчеркну, чтобы не только осознать, но ещё и озвучить её, то есть сказать, написать. Надо для этого как раз-таки обратить на какую-то закономерность внимания. А то, на что ты обратил внимание, там, где твоё внимание, там и сознание. Там, где сознание, там ты отвечаешь внутри себя на какие-то вопросы. И если ты это осознал и озвучил, тем самым ты развиваешь себя и общество, и совершенствуешь. Поэтому мои картины, многие написанные в «Коллективном разуме», доведены до уровня шедевра. Вот посмотрите, там вот «Ангел велосипедиста» с «Благой вестью», там наверху, видите, мне как-то Роман Газенко сказал «Колёса сансары». А вот рядом там, где света много, видите, девушка с цветами, а ещё раньше там цветы. Это же всё сделано в «Коллективном разуме». Но почему же мы не можем в этом формате моделировать в сжатном виде, как ячейку общества? Потому что человек – социальное существо. Он не может быть художником сам по себе один. Как он может быть художником? Он же слушает советы своего мастера. Он читает книги, он смотрит другие картины. Я это всё осознал и в едином концентрированном виде выразил словами и создал. И поэтому я написал и афоризм дополнительный, кроме того, что продвигается YouTube мой. Афоризм такой. Кто муза для художника? Кем восторгается художник? Или кто восторгается художником? Ну вот он ловит, как говорится, как любой человек, со всех сторон света, отношение к тому, что он делает, анализирует, обращает на это внимание. И если эти закономерности, которые он нашёл, или явления какие-то нашёл, он озвучивает. По существу озвученная закономерность или явление – это и есть наука. Да, друзья, мы с вами занимаемся наукой, все вместе. А счастье, как у меня есть в афоризме, счастье в человеке, когда он является самим собой. А кто человек? В человеке могучий потенциал, потому что в нём все стадии предшествующих поколений, в кинетике. И этот могучий потенциал требует разрядки. И если человек не позволяет себе по каким-то причинам, или ему не позволяют самореализовываться в созидании, этот потенциал его губит. Он начинает водку пить, он начинает конфликтовать, он начинает много чего делать, у него возникает фабический синдром навязчивости, тревожности, нарушению сна и прочее, прочее. Таким образом, друзья, только вместе мы сила, мы в творческом процессе. По-моему, я сказал умные вещи, а вы как думаете? Ну, как сегодня принято, пишите комменты, подписывайтесь на YouTube-канал, подписывайтесь на Telegram, на Instagram мой, и смотрите в описании, в описании. Вот новичок, например, смотрит, а кто это такой? А вы описание хотя бы прочтите. Новичок, кто это такой? И поймете, что человеку, который вытаскивал впервые людей из острых, шоковых стрессов, и детей, и взрослых, и в Беслане, и в Каспийске, и в Кизляре, а также еще участвовал в подготовке команды «Марс-500», и участвовал в подготовке команды на Олимпийских играх в Китае и так далее, в общем, ему можно доверять. Описание читайте, чтобы зря время не тратить. И вообще всегда слушайтесь только тех, за плечами которых уже стоит что-то сделанное. До встречи, друзья!